Выслушается у двойных человеков. Я только с того, что вы должны сподбораться. У меня вопрос к выступающему вашему. Дмитрий Анатольевич, я хочу ответить на один маленький вопрос. Дмитрий Анатольевич, у меня вопросик такой. Как рассчитывается площадь водохранилища? Площадь водохранилища? Да. Она, соответственно, рассчитана, исходя из правил использования водохранилища. Давайте не будем, давайте конкретно. Вы спросили, как? Я вам сказал. А попечнее уточни. То есть я понимаю так, она рассчитывается по площади затопления? Нет. Нет? Нет. Она рассчитывается, исходя из нормального подкорного уровня, а не по площади затопления. Правильно. По нормальному подкорному. То есть, соответственно, если мы поднимаем уровень воды до определенной отметки, вся площадь, которая у нас уходит в затопление, считается в данной ситуации водохранилища. У меня вопрос. Почему Усть-Ирек, Шапилеха и Сталица в данной ситуации, которые попали в зону затопления, вы не считаете белохранилищским прудом? Второе. Правильный вопрос. Я захотел спросить. Ответить? Да. Ты что, ответил? Значит, соответственно, этот вопрос уже обсуждался на суде, и еще раз отвечу с удовольствием на этот вопрос. То, что касается непосредственно площади водохранилища. Площадь водохранилища, она сделана условно. Соответственно, нигде водохранилище, именно как водохранилище, не раздрежевано. И, соответственно, когда оценивалась Усть-Ирек, Шапилеха и Сталица, обращались к ортографическим материалам, имеющимся, соответственно, как в отделе водохранилища, так и в архиве. Более того, здесь об этом сейчас не говорят, но я все-таки об этом скажу. Накануне, соответственно, вот этих всех разбирательств, была выполнена работа по отделу строительства, где, соответственно, специалисты приезжали, уменьшовали и нарисовали, отобразили, соответственно, карта-гартически, где находится площадь водохранилища, где находится Усть-Ирек. То есть все карта-гартические материалы, которые были в наличии, не были изучены. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, соответственно, что считается прудом, а что считается лепрудом, было основано на основании картографических материалов если вы представляете данном случае роскротнадзор либо вы как я не знаю может быть как частное лицо если картоскара позорно соответственно по этому поводу тоже комментарии все давали и разъясняли если как частного лица вы обращаетесь можете обратиться к нам еще раз мы еще раз вам ответим вы не учитываете того что вода у сухих каждый год сотни податных метров когда потихоньку подойдет плотную заправку слово предоставляется исполняющей обязанности начальника управления архитектурой и градостроительства департамента строительства кировского гостей ирина наполняйте судьбе уважаемые граждане сразу говорю давайте переведем стрелки нормальный режим у нас тем более поняла публичное слушание заканчиваются значит его в смысле то что выступили все кто хотел я сегодня здесь эксперт присутствую как эксперт эксперт в плане в плане правомерности проведения процедуры публичных слушаний и вообще правомерности процедуры которая начала администрация по отношению повторно данному земельному участку вот я езжу по области на подобное совещание более поверьте мне более непорядочного отношения в диалоге с органами местного управления я не встречала вы понимаете к вам люди сегодня не надо меня перебивать я вас прошу меня выслушать потому что это не последнее публичное слушание потому что у вас они будут завтра завтра у нас у нас сегодня градостроительная деятельность это деятельность которая должна правильно должна осуществляться в рамках вот вашего городского поселения органы местного управления я недавно интервью давала статью после по итогам фестиваля зодчества где написала что не дверь я не буду сейчас обезетки я немножко отвлекусь это по поводу вашего негативного отношения я например сижу меня просто в шок бросать как можно настолько не уважать друг друга правильно вам женщина сказал я не скажу что это стадо нет конечно вы все есть уважаемые люди и все многие пенсионеры но нужно уважать и мнение вы сегодня пришли обсуждать важную тему это некорректность она наверное идет вот к вашим детям такое отношение давайте поэтому я выслушу свое мнение а дальше будут принимать комиссия я не буду сегодня агитировать за деск или против азву это воля это общая воля вот это первое вот я поэтому я здесь присутствую в части соблюдения этой процедуры я хочу сказать что первая процедура она не была она была в чем нарушена я вас поясню потому что все выступления которые были против против я с вашим мнением может соглашусь это ваше мнение вот на 90 процентов было введено в заблуждение по поводу этих судов я вас поясню в чем вас вели в заблуждение в судах я была во всех судах нет не потому что я про кого-то двигали продвигала абсолютно нет мне просто было интересно потому что я города строитель я стою на сразу соблюдение законодательства град деятельности так вот в судах всех инстанций я была обсуждали все вопросы первое вот вот я специалисты вместе с прокурором которые которые задавали вопросы по экологии раз по санитарно-защитным зонам 2 по границам реакционных зон 3 по глади водного бассейна где начинается пруд где заканчивается пруд по границам лесов и относится ли этот земельный участок лесов я помню это все как очень-то я специально сидела и слушала и второе и уже потом вопрос обсуждался с этой азерской потому что прежде чем поставить вопрос быть или не быть какому-то объекту мы с вами смотрим на то можно ли его разместить здесь по отношению вот тех условий на которых здесь госпожа извините не знаю как зовут цепелева пыталась вам сказать очень даже как с листовками брошенными в школу это тоже в суде прокурор сказал вы представьте я-то тоже запомнила а детям дали листовки они нарушениями является размещением азерский в регуляционной зоне ведь точно также на публичных можно случайно сказать а согласны ли жители разместить азерску в границе придорожной полосы это вот это бременно на чашу лесов одно и то же вы понимаете поэтому поэтому в судебном порядке суд продолжался они собрать сколько четыре или пять месяцев 6 все вот понимаете просто я не знаю ну поимели все органы госвласти все были представлены документы и и вот и все представлены документах выведены все нормы в смысле подтверждены соблюдение и по пожарным и по санитарно-экономическим и по гигиеническим и по репетиционным все нормативы по поводу того правильно и неправильно провели публичные слушания в чем была нарушена процедура публичных слушаний вообще у меня есть желание дать вот все материалы сюда чтобы вы поняли чтобы чтобы кричать вот так вот кто кого вводит в заблуждение не было опубликовано решение первое решение администрации в сейчас скажу где администрации в газете о том что ввести начать процедуру внесения в правила землекодные строки вот это решение не было опубликовано поэтому формально ли неформально ли это причина я не судья но суд принес решение нарушена норма закона значит ее нужно исправлять вот это первая причина и вторая причина посуды было это решение вот я поняла по этим по поважение все все остальные вопросы были в судебном порядке урегулированы это по поводу необходимости второй вопрос что я хочу сказать что такое публичное слушание публичное слушание это диалог с населением ведь сегодня смотрите публичное слушание длятся два месяца вот я бываю в кирове постоянно на публичное слушание я кстати могу сказать меня конечно с одной стороны порадовала ваша активность это называется чем дальше в глубинку тем народ более не безучастность своей населённого пункта по 16 лет на публичное слушание вообще никто не ходит то есть не приходит 2-3 человека я вам честно могу сказать поэтому это это может быть и и и то что в тот раз что в тот раз пришли два-три человека это не вина администрации я все документы и в судебном порядке тоже было исследовано значит публичное слушание были объявлены без нарушения если активности не было администрации а что бегать по квартирам будет чтобы публичное слушание приходить вот сейчас администрация значит по-другому пошла собрала все представители и выслушивать мнение и еще я хочу сказать у нас сегодня градоставительный кодекс да он должен учитывать мнение населения но мнение населения должно быть значит как сказать у нас нет ни голосования понимаете я нельзя еще раз говорю я не призываю вам менять или не менять не менее вы его высказали просто я хочу сказать что я по-другому вам вопрос задам вот чтобы хотела бы узнать в чем конкретно нарушены вот вы живете в белой колонии задайте сами себе вопрос вот сами себе кто здесь больше всех речи а че а его лично права в чем нарушены я в суде задавал этот вопрос я не получила ответа вы мне скажите вот если я живу допустим на одной стороне белой колонии а за это стоит на трассе на дороге вы сами себе задайте вопрос в чем ваши права будут нарушены вот и все поэтому я что хочу сказать я просто хочу сказать чтобы вы немножко ну как бы по культуре поделикатнее вещи в администрации решали ведь у вас еще впереди столько вопросов и еще генеральным планом вот это вопрос прокурору кстати генеральным планом у вас предусмотрена данная территория вот здесь сегодня вместе земельным участком под размещение час приведены в соответствии с главным вашим документом генеральным планом поэтому сегодня два две причины причина первое это от заявления и вторая причина это приведение в соответствие генерального плана развития поэтому вот я например могу сказать я конечно не буду принимать решение участвовать в этом я скажу что с точки зрения градостроительной законодательности здесь нарушение никаких нет спасибо был такой главный врач салабистанции раньше может помнить и поляков константин львович знали вы его да сейчас он работает зам врача областной больнице клинической 95 году в 1 1995 году были подписаны документы индивидуального предпринимателя раньше назывались частные предприниматели фамилия у его алексеенко сейчас он живет в москве были подписаны документы всеми инстанциями и роспотребнадзорами санэпидстанции всеми на строительство сс на этом же самом месте то правда документы я эти могу вам привести и показать это правда был такой предприниматель алексеенко сейчас у него две заправки и заправки станции в москве в москве были подписаны документы но он не построил заправку он уехал он выиграл из кировской области а документы были подписаны еще в девяносто пятом году вот если заправки это не будет мета заправка очень нужна как и предприниматель как и основного перевозчику в районе послушайте меня это деревне у нас сегодня продержка рейсов всех связьская сырья не ходит щиху и дубровку дубровку после этого автобус до сих пор не выехал он стоит потому что сливается бензолоз и они сливаются по два-три часа вы понимаете нет заправка две колонки две колонки маленькие на литковой транспорт ничего не испортят в районе никакую экологию это просто у вас начинается нормальный бум какой-то один человек сказал а все посмотрели не будет денег и дженни я не буду возить я на нем возить не буду я прекращаю возить извините а кто сказал что не возите вы сейчас как негодисты себя ведете вы думаете только о себе не возить а другие люди то есть кто будет убирать другой в полицию надо будет не возить а вы то есть все хороши такие красавцы молодцы себе футируйте как юбилейстов в первую очередь дамы участники слава предупреждается в районах хотя они самые интересные добрый вечер уважаемые жители города во сколько сегодня было много сказано в адрес администрации района я постараюсь тоже уложиться в регламент и в течение трех минут значит свое выступление закончить первое я хотела бы ответить на вопрос Николая Михайловича Кенчина на вторую часть вопроса если мы так будем собираться по каждому новому объекту знаете Николай Михайлович мы так и собираемся правила которые приняты в городе приняты в 2007 году каждый новый объект который возникает будь это пожарная часть или новый детский сад или заправка каждый объект или жилой дом если он не учтен в правилах мы собираемся так каждый раз к сожалению такой явки у нас не было никогда сегодня историческое событие в жизни нашего города вот 20 ноября Оксана Алексеевна была мы проводили публичное слушание по бюджету никого не было из людей которые не работают в здании администрации был только один человек это корреспондент газеты Холуницкий Азорий никто не ходит на эти публичные слушания и никого эти вопросы не интересуют и когда в 2009 году вот Лидия Кузьминчина работала тогда заведующая делом земельными ресурсами и имуществом поступило заявление на этот участок точно так же мы дали его в газете это информирование прошел месяц никто не позвонил не обратился назначили публичное слушание также в газете отпечатали и не надо говорить что там рак за камень завели там было все прописано где этот земельный участок сколько от пруда сколько от спорткомплекса сколько от гаражей так же никого не было так ведь Лидия Кузьминчина так провели публичное слушание да на них пришло 5 человек да и жителей города было двое но вы знаете публичное слушание никакого решения не принимают и сегодня мы с вами собрались мы не будем принимать решение строить АЗС или не строить сегодня задача администрации выслушать мнение жителей населения жителей города никто не говорит что мы рогами упремся и будем против мнения населения сегодня наша цель его выслушать а решение принимают депутаты городской думы и они тоже сегодня здесь присутствуют для того чтобы посмотреть на мнение населения у меня есть собой решение суда кто бы что не говорил как бы не обвиняли администрацию я это решение открыто есть интернете я даже могу его оставить чтобы его посмотрели все действия которые проводила администрация района в том числе опцион решением суда они признаны законы я даже могу зачитать формулировку единственное что принято судом незаконно это процедура проведения публичных слушаний потому что она не была опубликована в газете именно текст и то что время в которое проводили публичное слушание мы проводили в 10 утра тем самым люди которые работают мы ограничили круг они не смогли прийти и поприсутствовать на публичных слушаниях да сегодня мы исправляемся мы его проводим в 16 часов второе нарушение которое было указано в решении суда и не надо ссылаться на леса эта часть вообще оставлена без решения это были скважины об этих об этом тоже сегодня говорили почему мы заварили всю эту кашу повторно извините меня за такое выражение 16 августа поступило вновь заявление о движении нефтепродукт на этот участок для того чтобы пройти всю эту процедуру мы обязаны были провести и комиссию и провести такую процедуру публичных слушаний мы сегодня услышали ваше мнение но решение я еще раз говорю будут принимать депутаты потому что в 2009 году на публичное слушание я еще раз повторюсь пришло пять человек из них из жителей города можно сказать была вот лидия кузьмичина да еще пара человек и все поэтому решение суда могу оставить ну и мнение конечно вашему учтю все у меня я слушал внимательно всех и я сегодня рад за наших людей за наших жителей нашего города вы сегодня показали насколько вы любите свой город это очень хорошо на самом деле и дальше так надо действовать активно так как за рубежом это делается когда кипит весь народ значит а мы раньше жили так объявят какое-то мероприятие придет несколько человек то есть мы были безразличны вот а по отношению к строительству заправки конечно мнение у людей у всех жителей города однозначное однозначное это показала сегодняшняя встреча поэтому из этого из этой ситуации как-то надо выруливать но так чтобы значит не ущерб городу не ущерб населению нас и такси нынче посмотрите что сделалось город значит округа города в результате урагана что там осталось если еще мы этот кусочек значит леса уберем так что там будет с нашим городом приняты ну и в общем то я думаю что мы переходим к тому что публичное слушание нашей мы потихоньку закрываем мнение спасибо всем за участие мнение ваше мы услышали если будут какие-то еще обращения или будут будут предложения то они будут приняты в письменном виде протокол протокол сегодняшних публичных слушаний в соответствии с законодательством будет опубликован в газете хронический азури и и и и и и и и и